МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Первому детскому саду города Азова присвоен статус казачий. Азовские студенты в стенах военкомата посетили музей Великой Отечественной войны. Этнографическая выставка «Пейте чай, мой друг старинный» открылась в Азовском музее-заповеднике. Азовскому детскому саду номер один присвоен статус казачий. А воспитанников подготовительной группы в торжественной обстановке посвятили в казачата. Поздравить ребят и весь коллектив дошкольного учреждения прибыло много гостей. Руководство города управления образования – местное и ростовское казачество. Подробности в сюжете Татьяны Ивашенко. Поздравляя новоиспеченных казачат, глава Азовской администрации Владимир Ощупкин отметил, символично, что церемония проходит в год празднования 450-летия служения Донского казачества российскому государству. Здорово ночевали, господа казаки, казачки. Здорово. Сегодня такое особенное событие. Смотрим на лица детей, они, может быть, еще не до конца понимают значимость этого мероприятия. Но, очевидно, это очень интересная и перспективная для них тема, поскольку мы с вами живем на Дону. Славные традиции, наша история великая – это земля, которая рождалась сюда с защитниками, которые стояли на страже своей земли. Ребят, ну, что можно сказать? Изучайте свою историю, знайте великие традиции, следуйте им и продолжайте дело, которое было начато вашими предками по служению нашему государству. Своё пожелание высказал Виктор Водоладский, который в своё время стоял у истоков создания системы непрерывного казачьего образования на Дону. Нашему городскому атаману Станицы Азовской, в Новику, в России, огромная работа, в нашей Станице есть люди, которые знают хорошо историю, чтобы наши дети, наших детских дошкольных учреждений вместе с нашим духовником, отцом Александром, собирались друг друга, видели, знали. Я думаю, что управление образования нам в этом поможет, чтобы они посещали места казачьей доблести и славы. 450 лет, значит, 4,5 века казаки верой и правдой служат своему Отечеству, защищают Родину и при этом являются образцом силы, мужества, надёжности. Я желаю вам стать достойными продолжателями казачьего дела и всегда быть смелыми, сильными и, конечно, дружными. Но помните всегда, что нет казака без веры. Вот наша земля действительно нацветала земля, но любой подвиг казака, вы его не отделите от веры. Азовское казачье сидение. Казаки молились образу Претечи, образу Никольному, за это они сподобили сведения. Любое мероприятие, любой подвиг казака – это подвиг веры. Так вот, я желаю всем преподавателям, заведующим, тем, кто на себя взяли эту обязанность, помните о ответственности. Выступая перед гостями, дети охотно демонстрировали свои знания о родном крае, казачьих традициях и культуре. А скажите, ребята, а как еще звать, величать? Дон-батюшку. Дон Иванович. Дон Иванович. А почему? А чего Иванович? Потому что он берет начало из озера Ивана. Значит, Иван, это кто Дону-то? Отец. Отец родной, а откуда, где же это озеро находится? В Тульской области. В Тульской области. Отец родной, а откуда, где же это озеро находится? Звучит в Тульской области. Детям очень нравится. Во-первых, они песни зажигательные, веселые, с характером. Они в ярких костюмах. Родители приветствуют на ура. Виктор Водоладский уверен, приобщение детей к казачеству, в числе прочего, служит их защите от негативного влияния чуждой идеологии. В подтверждение своего мнения депутат привел в пример ситуацию в соседней республике. В 2002 году, в 2001, на Украине маленьких детей начали воспитывать совсем по-другому. Им начали вбивать в голову, что они не связаны с русским миром, что для них православие – это ничто, что для них Бендера – это символ. И вот сегодня прошло всего лишь 15 лет, и эти молодые ребята уже стали настоящими нацистами. Воспитанники детского сада номер один уже сегодня хорошо знакомы с казачьей песенной культурой. А через песенную культуру, через слова, которые у них запоминаются в голове, они уже никогда не будут что-то плохое говорить о своей родине. Они будут плохое говорить о тех, которые защищали нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Потому что они начинают сегодня воспитываться в совсем другом духе. И это очень здорово. По словам депутата, в Азове число учебных заведений со статусом казачья с каждым годом будет увеличиваться. Это значит город Азов в будущем, через 10-15 лет, не будет подвержен никакой коррозии. А вот эти дети, которые придут в руководство нашим городом, нашей страной, будут настоящими патриотами. Поэтому в этом заложен сегодня огромный большой смысл. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На этой неделе в программе «Азов.Инфо» вышел сюжет о ненадлежащем состоянии остановочных комплексов в городе. В связи с этим был отправлен запрос в департамент ЖКХ с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Сегодня наши корреспонденты встретились с исполняющим обязанности директора данной организации Александром Самаричем. На сегодняшний день в Азове насчитывается более 100 остановочных комплексов, большинство из которых находятся в неудовлетворительном состоянии, а некоторые совсем без опознавательных знаков. Тем не менее, по словам исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ Александра Самарича, работа по их благоустройству проводится регулярно. Но, к сожалению, это ненадолго. Хулиганы не заставляют себя ждать и продолжают портить городское имущество. Несмотря на это, сотрудники департамента оптимистично смотрят в будущее. В планах у департамента ЖКХ установка двух новых остановок в 2020 году. Это будет в рамках национального проекта Когольницкое шоссе «Безопасные и качественные дороги». Также идет активная работа совместно с депутатами и привлечение государственно-частных партнеров на некоторых улицах города Азова. Сейчас я не могу сказать на каких именно, но я надеюсь, что в этом году появится еще несколько остановок новых. Будут отремонтированы в том числе и к 9 мая многие остановки. Летом будет проводиться масштабная работа по ремонту и чистке остановок. Стоит заметить, для того, чтобы установить один полноценный остановочный комплекс, необходимо затратить более 350 тысяч рублей бюджетных средств. Это немалая сумма для муниципалитета. Но тем не менее, некоторые инфраструктурные объекты уже включены в план благоустройства. Репортаж был по Майковскому. Есть в планах именно там установить новые остановочные комплексы и отремонтировать остановочные комплексы по Московской. Тоже в рамках безопасных качественных дорог, в рамках ремонта в 2020 году. Что касается улицы Дружбы, сейчас проводится работа по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, и в который будут включены новые остановочные комплексы, которые, соответственно, учтут, что движение маршрута номер 3 проходит сейчас по одной стороне, а не как раньше было в обе стороны. И, соответственно, будут произведены демонтирование старых остановочных комплексов и установка новых остановочных комплексов. Это планируется сделать не раньше 2021 года. Что же касается информации о том, что планируется установка пяти инновационных остановочных павильонов на Центральной улице, Александр Самарич пояснил следующее. Действительно были мысли о том, чтобы в городе Азове установить остановки стеклянные, подобие того, как есть в Ростове, возле Ростов-Арены. Однако, пообсуждав этот момент и увидев ту ситуацию, как сейчас у нас обстоят дела с другими остановками, как производятся вандальные действия с стационарными остановками металлического вида, кирпичными остановками. Мы приняли решение отложить этот вопрос на дальнейшее обсуждение и продумать какой-то усредненный вариант, как будут выглядеть новые остановки. Так что пока что решения по этому вопросу нет. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо 29 января поздним вечером в хуторе Левобережном произошло возгорание частного дома. К моменту прибытия пожарного расчета все строение было охвачено огнем. В ходе ликвидации пожара был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. О причине возгорания жилого строения нам сообщил начальник надзорной деятельности Олег Развазский. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи на твердом топливе. Хотелось бы еще раз обратиться к жителям Азовского района и напомнить, что собственных жилых домов обязаны осуществлять проверку и ремонт печей. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделов. Из негорючих материалов размеров не менее 0,5 на 0,7 метра. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. В течение отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей от сажа не реже одного раза в три месяца для отопительных печей. Музей Великой Отечественной войны, находящийся в стенах Азовского военкомата – это источник вдохновения и гордости для молодого поколения. Здесь собраны уникальные экспонаты, личные вещи, оружие и памятные фотографии тех, кто прошел дорогами войны. Сегодня у азовских студентов есть возможность прикоснуться к героической истории своих предков. В преддверии очередной годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Азовский военкомат организует экскурсии в зал воинской славы в музее Великой Отечественной войны. В данном музее у нас посетители очень частые. Обычно мы сюда вводим призывников, которые посещают военный комиссариат. В эти самые дни освобождения Азова, предпраздничные дни, сюда приводят не только призывников, но также и учебные заведения. В данном случае это Азовский казачий техникум, ДГТУ, АГТК. Практически все учебные заведения Азова. Здесь ребята видят историю такую, какая она есть. Сегодня курсанты Козетского колледжа посетили постоянную экспозицию музея, созданную в 1981 году. Внимание ребят привлекли письма фронтовиков и их родных, а также фотографии прошлых лет. За каждой из них не просто история, а судьба человека. Стоя у стены с высеченными именами героев, посетители всегда находят своих однофамильцев, возможно, дальних родственников. Скажите, пожалуйста, Ваша фамилия и имя? Ну, Гончаров Николай. Гончаров Николай. Скажите, пожалуйста, вот в этой сне плача Вы нашли? Ну да, вот нашел два, ну, две фамилии, а родственники или нет, не знаю. Ну, дома уточните. Ну, конечно. Интересно же. Александр, Вы нашли здесь либо однофамильца, возможно, родственника? Однофамильца два. Вот, Пальков Александр В.В. и Пальков А.М.А. А почему Вы думаете, что однофамильцы? Ну, вот так вот. В Вашей семье не было таких мест? Не было, да? Ну, скажите, пожалуйста, все равно вот городосей за этих людей? Ну да, они стояли там азов, воевали за нас. Помимо познавательных экскурсий, в музее есть возможность прикоснуться к некоторым экспонатам. Подержать в руках оружие и армейскую фляжку, надеть каску, спасшую кому-то жизнь, раскрыть старую, пожелтевшую от времени газету. Все эти вещи являются прямыми свидетелями ушедшей эпохи Великой Победы, которую одержал советский народ над фашистской Германией. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Александр Кучец, Азов.Инфо. Откуда в России появился чай? Как это слово звучит на разных языках мира? Чем черный чай отличается от зеленого и как его подделывали в 18 веке? Об этом и многом другом можно узнать из новой выставки «Пейте чай, мой друг старинный», открывшийся в Азовском музее-заповеднике и посвященный одному из самых популярных напитков. Первое упоминание о так называемой китайской сушеной траве появилось еще во времена правления Михаила Романова. До 17 века на Руси были распространены всевозможные травяные настои, морсы и сбитни. Несмотря на страшную дороговизну, чай обрел в Российской империи огромную популярность. Купцы, торговавшие им, богатели день ото дня. А традиция русского чаепития, в отличие от скромной европейской, превратилась в полноценную трапезу. В Европе вам подадут маленькое галетное печенье и в лучшем случае кусочек сахара. В России вам накроют целый стол. И этот стол, в нем будет все, что у хозяйки есть дома. Поэтому широта русской души, она не знает границ. Это и варенье, это колбасы, это ветчина, это, конечно же, сало, это деликатесы, это икра, тарталетки, ватрушки, блины. И это все русское чаепитие. Дневное, вечернее, ночное, по поводу и без повода. В те времена постоянные приемы гостей с угощением их чаем могли и разорить хозяина. Разумеется, среди экспонатов выставки представлены все атрибуты, присутствовавшие на различных чайных церемониях. Всевозможная посуда, чайные и десертные ложки и вилки, столовое белье и изящные щипцы для колки сахара. Наиболее известными способами употребления чая были в прикуску и в накладку, когда сахар размешивался в кипятке. Хозяин дома выбирал сам, будет он в прикуску или в накладку встречать вас. Если гости считались почетными, то это, конечно же, в накладку. А если гостей, ну, относились к ним более холодно, это в прикуску. Открою большой секрет, в прикуску это не значит, что этот кусочек сахара догрызете сами. Это значит, что вы после того, как погрызли этот кусочек, вы его положите назад в сахарницу, догрызет его уже кто-нибудь другой. Одна из постоянных гостей Азовского музея Татьяна Летникова внесла свой вклад в пополнение выставки. Аккуратная чайница 60-х годов 20-го века заняла достойное место среди экспонатов. Так как экспозиция музея интересная, хочется поделиться тем, что хранила наша семья. И тоже был у нас ритуал чайный, и собирались у самовара, и самовар с медалями был, и красивые чайницы. И вот эта маленькая синяя чайница, это чайница моей бабушки, которая любила хороший крепкий черный чай и угощала нас им. Сегодня чай пьют ежедневно и в каждом доме, особо не задумываясь о его интереснейшей истории. Познакомиться ближе со всеми его секретами и тонкостями, гости Азовского музея смогут до конца мая. Алексей Покатило, Александр Кучец, Азов.Инфо. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, хороших выходных. В субботу 1 февраля небольшой дождь, днем плюс 4, плюс 5 градусов, ночью плюс 3, плюс 4. Ветер южный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха 74%. Уровень воды в реке Дон на 41 сантиметр выше нормы. Температура воды плюс 2 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 2 февраля небольшой дождь, днем плюс 7, плюс 9 градусов, ночью от плюс 3 до плюс 4. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду, влажность воздуха 83%. Уровень воды в реке Дон на 41 сантиметр выше нормы. Температура воды плюс 3 градуса, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду, влажность воздуха 83%.